Эти дороги напоминали действительно лунную поверхность. Кратер на кратере водителям приходилось объезжать, оставлять там подвески. Сейчас водители гоняют по 100-120 км в час. Такая очень хорошая сейчас трасса туда. Александр Одинцов, руководитель администрации Троицко-Печорска, везёт нас на своеобразную экскурсию. Достопримечательности – поселковые территории, которые попали в проект формирования комфортной городской среды. В этом месте соединяются реки Мылова и Печора. А ещё здесь находится местный пляж. Раньше, чтобы позагорать и искупаться, людям приходилось пробираться сквозь заросли и вникая кустарников – поздненькой тропиночки. Сейчас здесь всё культурно. Была заасфальтирована площадка, как место отдыха для посетителей пляжа. Установлены скамейки, урны, вазоны и запланирована площадка для автопарковки на существенно 30 метров. Трудно было добираться сюда и во время зимнего периода, когда люди идут на крещенские купания. Сейчас здесь будет очень освещено всё, расчищено и очень удобно. А вот это – ещё одна достопримечательность Троицко-Печорска – кедр. Раньше возле него десятилетиями стояла гостиница с одноимённым названием. Сейчас её снесли. На этом месте было решено строить площадку. Почему именно здесь? Здесь большой жилой сектор, здесь школа и здесь необходимо переходить людям. Перехода нету. Тоже непорядок. Здесь будет установлен пешеходный переход, проезд, проход, то есть к площадке. На площадке уже установлено освещение, уже функционирует. Они практически день и ночь работают. Будет уложена тротуарная плитка. И дальше, как вы видите, выемка грунта произошла. И будет тротуар проходить к зданию суда. И люди смогут беспрепятственно переходить по пешеходному переходу. А это самая милая общественная территория, которая попала под проект. Утиное озеро в квартале Южном. Возле водоёма находится детская площадка и школа. Сейчас возле озера появилась новая асфальтированная пешеходная дорога. Под проект, кроме общественных, попали и две дворовые территории. Нина Ивановна живёт в этом доме 39 лет. К убитым дорогам уже привыкла. Ремонт двора стал для неё большой неожиданностью. Сдача приехала. Как раз только начали первый подъезд наш делать асфальтировать. Я остановилась, и машина работает. Я говорю, господи, что случилось, пока меня не было три дня? Мы, говорит, просто вам асфальтируем. А я говорю, да вы что, неужели мы ещё и под старость лет будем по асфальту ходить? Да, говорит, будете. Во дворах отремонтировали тротуары, заасфальтировали проезды, обновили уличное освещение. Кстати, при выборе объектов чиновники прислушивались к жителям поселения. Голосование за территорию для благоустройства шло на сайте администрации. Любовь Денисова, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Троицкопечёрск. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...